Элвис Пресли и Джонни Кэш – две вершины любовного треугольника? У этих двух легенд музыки больше общего, чем кажется на первый взгляд. В этом ролике будет рассказана история их дружбы. 706 Union Avenue в Мемфисе, штат Теннесси – это адрес, который можно назвать колыбелью рок-н-ролла, или, по крайней мере, местом, которое сделало этот жанр популярным. Как сообщает издание National, всё началось в 1954 году, когда 19-летний Элвис Пресли исполнил песню Артура Крудопа и It's Alright для Сэма Филлипса, основателя Sun Records. В том же году Джонни Кэш спел церковные композиции на прослушивании для Филлипса, который сказал певцу, «Иди домой, согреши, а потом возвращайся с песней, которую я могу продать» К концу 1954 года Пресли и Кэш подписали контракт с лейблом. Президент Sun Records Джон Синглтон сообщил изданию National «Я не могу с уверенностью сказать, как бы звучала поп-музыка сегодня без деятельности Sun Records в 50-х, но, возможно, не было бы Beatles или Rolling Stones. Я считаю, что было бы трудно найти успешного рок-исполнителя, который не был фанатом этого лейбла» В первый раз, когда Кэш встретил Пресли, Элвис выступал с платформы грузовика для пары сотен человек на открытии аптеки. В то время он выпустил только один сингл, и ему не оставалось ничего другого, кроме как исполнять снова и снова всего две песни, свои единственные на тот момент. Это шоу было не особенно впечатляющим, поэтому Пресли пригласил Кэша и его жену Вивиан на его следующий концерт. Это было не лучшее решение. Кэш написал в своей автобиографической книге, «Свидание было ошибкой, потому что это был клуб для взрослых, где подростки не приветствовались, и поэтому Вивиан и я были двумя подростками среди дюжины взрослых посетителей, а нам было самое большое по 15 лет. Тем не менее, я считаю, что Элвис был великолепен. Он мало что сказал мне тогда. Конечно, ему и не нужно было, одна только его харизма привлекала всеобщее внимание» Тем не менее, Кэш был впечатлен, особенно недооцененный игрой Пресли на ритм-гитаре. Певец видел, что Элвису уготовано большое будущее. На протяжении всей своей жизни Джонни Кэш чувствовал определенную преданность тому Элвису Пресли, которого он знал в 1950-х годах. В автобиографии певец написал, что когда они впервые встретились, ему гораздо больше нравилась музыка Пресли, чем его более поздние популярные работы, которые, по мнению музыканта, были излишне вычурными. «Мой Элвис был Элвисом 50-х. Он был ребенком, когда мы работали вместе. Ему было 19 лет, и он любил чизбургеры, девушек и свою мать» Хотя не обязательно в таком порядке. Скорее всего, сначала мать, потом девушек, и только после этого чизбургеры. «Лично мне нравились чизбургеры, и я не имел ничего против его матери, но девушки были чем-то особенным» Рядом с ним было так много представительниц женского пола, что всякий раз, когда он работал с нами, многое оставалось за кадром. Мы классно проводили время» Пресли, его песни и танцы, как известно, привлекали толпы восторженных девушек. Но Кэш подчеркнул в своей биографии, что слава Пресли была основана не только на сексуальной привлекательности. «Элвис был хорош. На каждом шоу, которое мы делали вместе, я никогда не упускал возможности постоять за кулисами и насладиться зрелищем. Мы все это делали. Он был очень харизматичным» В середине 50-х годов Джун Картер из кантри-трио Картер Систерс отправилась в турне с Элвисом. Пресли по пути стал играть музыку Кэша. В своей автобиографии 1987 года, From Heart, Картер вспоминала момент, когда Пресли пытался настроить свою гитару и спеть ранний хит Кэша Cry Cry Cry. Певица тогда сказала, «Я не знаю, кто такой этот Джонни Кэш», на что Пресли ответил, «О, ты узнаешь его. Весь мир узнает Джонни Кэша. Он мой друг» В июне 1956 года Картер и Кэш наконец встретились в Grand Ole Opry в Нэшвилле, штат Теннесси. Картер написала, «Джонни Кэш взял меня за дорогу и сказал, «Я давно хотел с тобой познакомиться» «Мною овладело странное чувство, я боялась посмотреть ему в глаза. Это была одна из тех вещей, которые я делала лучше всего. Я никогда не заикалась и, к своему удивлению, обнаружила, что не могу сказать ни слова» И, наконец, я выпалила, «Мне кажется, я вас уже знаю. Элвис всё время включает ваши песни на музыкальном автомате и не может настроить свою гитару, не напевая Cry Cry Cry. Теперь он научил и меня так делать» В 2008 году Джон Картер Кэш, сын Джонни Кэша и Джун Картер, выпустил биографию Якорь любви, подробный портрет Джун Картер Кэш. В книге Джон упомянул предположение о том, что у Джун, возможно, был роман с Элвисом Пресли. Он написал, «На протяжении всей своей жизни я видел, как мама озорно подмигивает всякий раз, когда упоминает Элвиса Пресли. В её глазах появлялся весёлый огонёк, и она говорила, «Знаешь, сынок, твой отец всегда ревновал меня к Элвису. Она даже однажды сказала мне, что иногда задавалась вопросом, что бы случилось, если бы она влюбилась в Элвиса» Джон Картер Кэш предположил, что слова его матери могли быть больше, чем просто описанием фантазии. Он написал, «И пускай мама всегда утверждала, что у неё никогда не было романа с Элвисом, её первый муж, Карл Смит, считал иначе, и, возможно, не напрасно» После того, как Карл съехал из их дома в Мэдисоне, мама иногда позволяла Элвису оставаться в доме, чтобы отдохнуть после выступлений. 4 декабря 1956 года певец и автор песен Карл Перкинс отправился в студию Sun Records для записи новой композиции. Для обретения популярности Джерри Ли Льюис выполнял там роль клавишника, и по числой случайности Элвис Пресли и Джонни Кэш тоже зашли в студию. Затем четверка сыграла 23 песни в стиле Госпел, Блю Грасс и современные хиты, включая собственные песни Пресли Love Me Tender и Don't Be Cruel. Осознавая необычный, а теперь уже исторический характер этой встречи музыкальных кумиров той эпохи, основатель Sun Records, Сэм Филлипс, предупредил о ней издание Memphis Press Skimmeter. На следующий день газета опубликовала статью вместе с фотографией четырех музыкантов с заголовком «Квартет на миллион долларов». Кэш описал это событие в своей книге. «Я пришел первым и ушел последним, вопреки тому, что было написано. Я был там, чтобы посмотреть запись Карла, что и происходило до полудня. А потом вошел Элвис со своей девушкой. В этот момент запись остановилась, и мы все начали смеяться и развлекаться. Затем Элвис сел за пианино, и мы начали петь церковные песни, которые все прекрасно знали. И пускай некоторые заявляют, что Кэша не слышно на записях, он написал, что это неправда. «Вопреки тому, что пишут некоторые люди, мой голос был записан на пленку. Его непросто услышать, потому что я находился дальше всех от микрофона и пел намного выше, чем обычно, чтобы оставаться в одной тональности с Элвисом. Но я гарантирую вам, что я был частью этого квартета» В 1959 году Джонни Кэш выступил на разогреве у Элвиса Пресли во время его тура. Он начал с громкого, крутого представления Элвиса и исполнения хита Короля 1958 года, Heartbreak Hotel. Затем, когда Пресли выходил на сцену, Кэш, в свою очередь, изображал человека в черном. Согласно опубликованной в 2010 году книге Чака Крисофули и Джорджа Клайна, Элвис – лучший человек, Дни радио, Ночи рок-н-ролла и моя дружба с Элвисом Пресли длиною в жизнь, Пресли выражал свое впечатление Кэшем за кулисами и в дороге. Во время турне Пресли 1957 года он ехал в поезде, когда к нему подошла девушка-подросток и приветствовала его возбужденным криком Джонни Кэш. Она попросилась петь его одну из песен Джонни. Клайн писал, Элвис никогда бы не спел ни одной из своих песен в такой ситуации, но для этой юной фанатки Джонни Кэша он придал своему голосу самую низкую тональность и спел несколько строк из песни Hey Porter, которую Кэш записывал на Sun Records. И это оказалось особенно подходящим решением для полуночной поездки на поезде. Девушка была в восторге и даже получила автограф от Элвиса, который гласил, с наилучшими пожеланиями, Джонни Кэш. Известность Элвиса Пресли неизбежно сопровождалась постоянным вниманием. И пускай Пресли успешно крутил бедрами на мировой сцене, ему было нелегко справляться с критикой, и особенно со слухами о том, что он употребляет наркотики, как отметил Джонни Кэш в своей книге. Пресли был очень чувствительным, его легко ранили рассказы людей о том, что он употреблял наркотики. Я не мог понять, почему говорили об этом в 1950-х, ведь в то время он был последним человеком на Земле, который нуждался в подобном допинге. У него было столько энергии, что, казалось, он никогда не останавливался. Хотя, может быть, поэтому про него и говорили, что он употреблял наркотики. Кэш утверждал, что, насколько ему известно, для слухов не было никаких оснований. «Я не находил никаких тому доказательств. Я никогда не видел, чтобы он употреблял какие-либо наркотики или даже алкоголь. Он всегда был рассудительным и очень приятным собеседником» Сам Кэш не считал Пресли плохим парнем или спорной личностью. Он писал, «Элвис был хорошим парнем, очень талантливым и харизматичным. Он обладал всеми достоинствами, в результате чего некоторые люди не принимали этого и завидовали ему. Я полагаю, что это всего лишь особенность человеческой натуры, но это весьма печально» После 1950-х годов пути Элвиса Пресли и Джонни Кэша разошлись. В 2020 году сын Кэша, Джон Картер Кэш, сказал в интервью изданию Express, «Элвис продолжал сниматься в фильмах и писать музыку, и они больше никогда не работали вместе после 1950-х годов. Кэш объяснил, почему так произошло. Он написал в своей книге, В 60-е и 70-е время от времени общение Кэша с Пресли было позитивным, но исключительно на профессиональной почве и происходило на расстоянии. Кэш вспоминал в своей книге, Мы с ним пару раз болтали по телефону и время от времени обменивались письмами. Если он заканчивал шоу в Хилтоне в Лас-Вегасе, а я готовился начать своё, он пожелал бы мне удачи, но на этом всё» Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. В декабре того же года Джонни Кэш записал рождественский выпуск Johnny Cash Special, в котором отдавалась дань уважения королю. К нему присоединились два других члена квартета на миллион долларов – Карл Перкинс и Джерри Ли Льюис, а также коллега по Sun Records Рой Орбисон. Затем группа исполнила в честь Пресли церковную классику This Train is Bound for Glory, и Кэш сказал… Спецвыпуск также включал исполнение трёх песен, записанных Пресли. Кэш объединился с квартетом Stadler Brothers, чтобы исполнить Blue Christmas – песню, которую Пресли популяризовал в 1957 году. Перкинс исполнил Blue Suede Shoes, автором которой был он сам и первоначально записал её в 1955 году, но позже Элвис спел эту песню в 1956 году, а Льюис исполнил композицию Whole Lotta Shaking Going On, которую он вывел на пик популярности в 1957 году, а Пресли перепел в 1971 году. Джонни Кэш был известен тем, что выходил за рамки музыкальных жанров и умел затронуть чувства многих людей – от набожных христиан до заключенных. Но к 1988 году, после трёх десятилетий гастролей с бесчисленными иконами рок-н-ролла, у Кэша сложилось собственное представление о том, какой артист лучше всего проявлял себя на сцене. И этим человеком был сам король. Кэш сказал во время интервью 1988 года на Late Late Show, – Бест-перформер, наверное, Элвис Пресли. Я не думаю, что кто-то мог его повернуть. Кэш объяснил, почему Элвис выделялся среди остальных, сказав, «У него было великолепное чувство ритма, и он был очень хорошим певцом» Элвис был великолепным исполнителем, что проявлялось в том, как он заводил публику. Одно можно сказать наверняка – больше уже не будет таких людей, как Джонни Кэш и Элвис Пресли. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых икон рок-музыки, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Божьет лайк! Доброе утро! Оifferent.